Цена сегодня, здесь и сейчас. Она вот такая. Сколько же стоит эта монета? Тысячу долларов или нет? Правильная цена монеты. Это та, за которую вы сами смогли ее купить. Привет, друзья! Вы на канале Монетамания. Канал про денежное хобби. Сегодня в выпуске я покажу вам изделие, хулиганку или, по мнению некоторых людей, просто сувенир. Видео, о котором уже было на канале. Но думаю, что важно прокомментировать ситуацию с торгами, так как есть интерес. И главный вопрос. Выпуск. Сколько же стоит эта монета? Тысячу долларов или нет? Недавно выставленная на электронные торги Виолити 1 гривна на заготовке 2 гривны вызвала реальный интерес и дискуссию многих коллекционеров. На самом деле, подобные вещи чаще всего продаются из рук в руки при личных встречах и не светятся в интернете. Но моя задача, как канала о монетах, постараться эту тему подсветить и показать, что бывает интересного, редкого или где есть откровенные подделки. Вообще, мне лично было очень интересно узнать, сколько она может набрать на электронных торгах. Да и в целом, это был какой-то информационный повод, потому что весна, лето, тема монет Украины немножко проседает, потому что люди тратят время, чтобы поехать на дачу, на море, да и просто погулять на свежем воздухе. И тематика продаж немножко падает. Данное изделие было выставлено 8 апреля и, конечно, с большим резервом. Резерв, для тех, кто не знает, это скрытая цена. То есть, если лот не набирает этот резерв, то в конце торгов пишется, что лот не набрал резерва и продавец не обязан продать за ту цену, которая его не устраивает. Например, здесь был резерв 30 тысяч. Резервная цена – это как бы небольшая страховка для продавца. Ведь бывает, что лот недостаточно разрекламирован или сейчас нет того покупателя, которому интересен данный лот или торги слабо идут. Вообще, продавец может убрать резерв в любой момент. Например, если лот набрал 28 тысяч гривен и продавца это бы устроило, то можно было убрать резерв. И за день до выставления и появления этого лота была создана соответствующая тема на форуме для обсуждения данной вещи. Но она добавила только дополнительные вопросы, на которых нет ответа. Хотя позволила высказать свое мнение коллекционерам по теме Украины. Подобных изделий еще не выставлялось на площадке Виолити. Но это был информационный повод. Да, были уже хулиганки и заказухи Луганского станкостроительного завода. Но это тема для отдельного видео. Давайте поговорим о том, как могла появиться эта вещь. Качество чеканки довольно на высоком уровне. И чтобы начекать что-то подобное на заготовке 2 гривен, пресс должен быть приблизительно 100-200 тонн. Ну, не думаю, что у кого-то в гараже есть такой. Ну и, конечно же, нужен сам штамп аверса и реверса, который скопировать с такими маленькими элементами просто нереально. Чеканка происходит одним ударом. Сама заготовка, как видите, большего размера, чем 1 гривна. И она никак не фиксируется. Это возможно. Например, чеканки подобных вещей мы видим в книге «Первый монетный двор Украины». А тут вообще на вот такой вот пластине начеканили. Ссылку на книгу я оставлю в описании. Там очень много всего интересного описано. И книга размещена с разрешения автора. Спасибо огромное форуму ИТК за публикацию данной книги. Ссылочка на форум будет также в описании к этому видео. Мы не видим подобные монеты или хулиганки в открытой продаже. Их нет на сайтах Алиэкспрессу, ЛХ или что-то подобное. Значит, это, скорее всего, не китайская копия. Вообще, копии обиходных монет Украины бывали. 15 копеек, 3 копейки, юбилейные. Но они явно очень грубые и просто сувениры стоимостью 100 гривен. Ну, если вы хотите купить оригинальную монету Украины, обязательно смотрите видео на моем канале «Фортовый коллекционер». Это основной канал, на котором уже есть выпуски о редких и пробных монетах Украины. Ну, конечно, кто-то может критиковать подобные пробные монеты или хулиганки. Но эти люди даже в большинстве случаев не держали в руках. И могут посмотреть только в Ютубе на такие вещи. Например, у меня на канале. Думаю, максимум, что они держали, это китайская копия за 100 гривен. И как можно полагаться на мнение таких людей? В основном снимаются такие ролики ради хайпа. Могут перекручивать, фальсифицировать, монтировать какие-то вещи. Но у этих людей тоже есть своя аудитория. Ведь создать интересный контент, это требует время. Это требует деньги на покупки каких-то редких вещей. Ну, а критиковать, даже не разобравшись в вопросе, ну, может просто так. Ну, вернемся давайте к изделию. Почему модераторы Виолити перенесли данный предмет в раздел копий рядом с китайскими монетами или пластмассовыми? Ну, возможно, главная задача не создавать спрос на такие вещи. Тут, в принципе, здравая мысль, что это может спровоцировать создание новых хулиганок на НБУ для заработка на коллекционерах. Но вопрос, если НБУ уже перестало чеканить такие монеты, перешли на новые монеты 1 гривна, думаю, оборудование для старых гривен уже перемещено в архивы. И вряд ли кто-то может начеканить такие хулиганки, от которых уже отказываемся. Ну, в любом случае, комментарии по поводу перемещения никакого не поступало. Я думаю, если покупатель видит 1 гривну на заготовке от 2, рядом с какими-то китайскими монетами или с клеенными клеем монетами, ну, вряд ли они купят данную хулиганку или заказу. Поэтому, думаю, было правильным решение закрыть лот в этом разделе. Друзья, хотел бы вам показать небольшой фрагмент как раз на эту тему от канала, который я всем всегда советую, рекомендую. Это заметки Нумизмата, как раз о ценообразовании на монеты и торги на электронных площадках. Портовый коллекционер. В Украине бывают обиходные монеты из других металлов, сделанные штемпелями и патологией монет у двора. Как понять их статус? Самая главная ценность. Значит, не по технологии. Или сделанные на монетах дворе на спецзаказ. Или, или. Портовый коллекционер монет украины. Добрый вечер, Дмитрий Юрьевич. Спасибо за такой интересный канал. С удовольствием смотрю. Привет вам из Харькова. Вам большой привет из Харькова. В Харькове раньше очень много раз бывал. С удовольствием общался с хрековчанами. И последние годы, к сожалению, это общение прерванное. Надеюсь, восстановится. Надеюсь, смогу снова побывать и в Харькове, и в других украинских городах, которые очень люблю. Сейчас ряд монетных блогеров говорят, что накрутки, разгоны лотов. Что думаете по этому поводу? Есть ли вообще такой темп для разгона лотов на аукционах? Что думаете о аукционах в интернете? Думаю и скажу. Самое глупое, что может сделать потенциальный покупатель, это смотреть на так называемые аукционные проходы. Или тем более начинать разговаривать, приводя в пример аукционные проходы. Они не значат вообще ничего. Вы можете лишь оценить уровень стоимости монеты. Скажем, вы увидите, что какая-то монета продалась на аукционе за 112 тысяч рублей. Это означает, что монета вот этого типа, этого года, этого состояния, где-то около 100 тысяч стоит. Может 100, может 200, может 300. То есть, по крайней мере, речь идет о цифре сотни тысяч. А какая-то монета продалась за 1000 рублей. Это не значит, что это ее правильный ценой. Это значит, что цена на нее колеблется в зависимости от стоя и других причин. От сотен до, наверное, первых тысяч. Это все, что можно понять из аукционных торгов. Естественно, ни один дилер не будет монету отдавать дешевле, чем она стоит. Дилер не этим живет. Он живет тем, что он зарабатывает. Поэтому монеты, конечно же, будут разгоняться до нужной цены. И будут проданы тогда, когда эта нужна цена достигнется. Если монета не продана в этот раз, она продастся на следующем аукционе, через полгода, через год. В общем, ровно до тех пор, пока ее кто-то не купит. Поэтому зачем вообще эти цифры в аукционных торгов приводить? И наоборот, иногда приводят обратный пример. А вот прошел аукцион вчера. И там монета, вот эта ушла очень дешево. А я вот не купил, продайте мне так же. Или там найдите, или предложите, или посоветуйте. Да это тоже глупость. Это лишь означает, что по какой-то причине на эту монету торги не продолжились. Я всегда говорю так. Правильная цена монеты, это та, за которую вы сами смогли ее купить. Вот вы купили монету за 147 тысяч. Я, например, назвал цифру, там не педирайте, что я называю их большими. Вот это есть настоящая цена монеты. А все, что вы видели до этого торгах, это полная ерунда. И если вы говорите, а вот вчера была такая же, ее не взяли за 50, как только вы начали бы участвовать в торгах, она бы стала 60, 70, 80, 200, 500 тысяч. И если она набрала какую-то небольшую цену, это ничего не значит, что сегодня она не продалась. Ее продадут через торги и по той цене, по которой нужно. Поэтому подчеркиваю, лишь уровень цен, лишь количество нулей вы можете примерно прикинуть, говоря об аукционных торгах. И больше ничего. И говорить об этих ценах смысла не имеет. Так же, как о ценах справочнику, которые начинают некоторые творить пример. Когда я очень много лет назад пытался как раз подкупить еще даже советские памятные рубли, или как юбилейные, как там называют, и приходил даже интересоваться ими на московскую знаменитую нумизматическую толкущику в Таганке, то там, тогда ходили, сейчас ходят различные ценники, даже таганский ценник. Я иногда показывал, говорю, ну слушайте, вы мне предлагаете рубль купить за 100 рублей, а вот ценники он стоит 30. Как так? И мне тогда очень правильно отвечали, я это запомнил на всю жизнь, и вам, кстати, запомните. Ответьте буквально так. Вот найди человека с фамилией ценник, у него покупай за 30. А у нас 100 сегодня. Потому что что там было написано полгода назад, и какой дурак там указал эту цену, нас совершенно не интересует. У нас цена сегодня, здесь и сейчас. Она вот такая. Поэтому к ценам на всяких аукционных торгах относитесь именно так. Вы лишь определяете количество нулей. Все. Остальное, конкретный момент времени, конкретные котировки, конкретный курс металла, если мы говорим о золотых монетах, курс рубля, доллара, все это играет. Значит, и плюс состояние. Зависит от состояния, поэтому стоить несколько раз дороже, несколько раз дешевле. Спасибо за просмотр этого видео. Поставьте лайк, напишите ваш комментарий, что вы думаете по поводу этой темы. И поделитесь видео с друзьями. До новых видео. Всем пока.